Сколько же раз Ведь ты мой Бог, мой Бог и Бог моих друзей Ведь ты мой Бог, мой Бог и Бог земли моей Слово твое в каждом из нас В наших глазах радость и свет Твоя любовь объединяет нас всех Ведь ты мой Бог, мой Бог и Бог моих друзей Ведь ты мой Бог, мой Бог и Бог земли моей Слово твое в каждом из нас В наших глазах радость и свет Твоя любовь объединяет нас всех Сколько любви, сколько добрых людей Сколько дорог, сколько новых друзей Дальше нам своей доброй рукой Все это ты мой Бог, мой Бог и Бог моих друзей Ведь ты мой Бог, мой Бог и Бог земли моей Слово твое в каждом из нас В наших глазах радость и свет Твоя любовь объединяет нас всех Знаю, что путь не всегда будет прост Слово твое в каждом из нас Слово твое в каждом из нас Слово твое в наших глазах В наших глазах радость и свет В наших глазах радость и свет Твоя любовь объединяет нас всех Слово твое в каждом из нас В наших глазах радость и свет Твоя любовь объединяет нас всех Твоя любовь объединяет нас всех Действительно сладостно быть с Господом В этот воскресный день Прославлять Его Святое Имя И черпать от Него все то, что Он приготовил нам На это служение На каждое служение, которое мы приходим к Господу Он готовит для нас определенную пищу Определенное послание такое Которое мы должны принять в свои сердца И потом применять в своей жизни Потому что то, что говорит нам Господь Мы должны не пропускать мимо А наоборот к себе применять И в начале нашего служения Я прочитаю 11 главу Евангелия от Луки С первого стиха Несколько стихов прочитаю Случилось, что когда Он в одном месте молился И перестал Один из учеников Его сказал Ему Господи, научи нас молиться Такой вопрос задал ученик Иисусу Научи нас молиться Мы так же Я так понимаю, что Он посмотрел на Иисуса Что Он молится Как-то обращается к Своему Отцу И этот ученик тоже захотел так же молиться Он захотел так же Обращаться к Отцу Небесному Которому молился Иисус И Он спросил Господи, а научи нас так же молиться И мы видим реакцию Иисуса Он говорит Он сказал так им И говорит Молитву Отче наш Он не стал говорить Мы потом с тобой это обсудим Мы потом как-то С всеми соберемся И я вам расскажу Как необходимо молиться Нет Он видит нужду этого Человека Он видит нужду Этого ученика И Он сразу приходит на помощь Сразу приходит на отзыв И говорит Что молиться необходимо Вот так и так Обращаться к Господу Прославлять Его имя Признать Его Всемогущим Господом Обратиться Его Какой-то с просьбой Нуждой Которая тебя беспокоит Еще раз прославить Его Мы видим Что это основополагающая молитва Которую мы так же до сих пор молимся Восхваляем Господа И я думаю Мы будем сегодня На этом служении Так же внимать Господа Приходить Господу И просить у Господа Сил, помощи И просить Господи Открой мне то-то и то-то Господи А ты покажи мне Как мне надо идти за тобой Как мне прославить Имя Твое В этом народе В этом мире Как мне Больше еще Углубиться в Тебе Я верю Что Господь Он будет отвечать И Он будет Влагать сердца Ответы Будет влагать сердца Мир Утешение Покой Который нужен Нашим сердцам Чтобы мы могли Действительно В этом мире Идти Свободно Чтобы нас Не тяготил этот мир Но чтобы благодать Которая Будет от нашего Господа Приходить В наши сердца Она могла Нас Ободрять Она могла Нам давать Силы И способности Слава Господу Будем молиться В море большом Плывет Градья Не Иисус И с ним Его друзья В лодку Качает Большая Волна А Иисус Там с ним Слава Господа Будет Иисус Нам помоги Очень боимся Мы Ой, как не страшно Ой, я боюсь Вдруг не бойся С тобой Иисус Ой, как не страшно Ой, я боюсь Вдруг не бойся С тобой Иисус В море большом Плывет Градья Не Иисус И с ним Его друзья Встал Иисус И веку Сказал О, перестань Перестань Ой, как не страшно Ой, я боюсь Слюб Не бойся С тобой Иисус Ой, как не страшно Ой, я боюсь Слюб Не бойся С тобой Иисус Ой, как прекрасно Я не боюсь Жить И со мною Сами Иисус Сколько прекрасно я не боюсь, Жизнь и за мною все мысль. Ты на земле, в гостях, Твой дом у Бога, Ты здесь чужой, Так следуй твердо, бурною дорогой в Христов покой. Ты сказал мне, что душа измучена, Очень трудно стало жить Тебе, Что от жизни все уже получено, Изменений нет в Твоей судьбе. Но смотри, хоть раз ты на Голгофу, Там невинная струится кровь. Муках за Тебя томлются слезы, Не горит отцовская любовь. Отвернулись все родные и друзья, Не с кем разделить печаль Твою. Отвернулись, отказались от Тебя, Одного оставили совсем. Но смотри, хоть раз ты на Голгофу, Там невинная струится кровь. В муках за Тебя томлются слезы, Не горит отцовская любовь. Нету силы, чтобы оставить всякий грех, А душа томится и болит. Ты к Иисусу поспеши, Он примет все, Снимет боль и раны исцелит. Но взгони, хоть раз ты на Голгофу, Там невинная струится кровь. Ты увидишь там Иисуса слезы, Не горит отцовская любовь. Не горит отцовская любовь. Иисусу, Иисусу пей, Свою пустам, Как слава слав хвалит Иисуса пенье. Мы будем петь, когда-нибудь и так, Намного лучше и благословение. Мо смешать его. На небеса Спаситель придет И в воздуху небесную услышит. Таким он будет первый наш Целок, Кто нок и слова к нему напишет. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Добро пожаловать на наш канал! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Правильно, это маленькая девочка А вы знаете библейскую историю, связанную с этой девочкой? Ну не с этой конкретно, а вообще с девочкой, с маленькой Да, сразу мозг начал работать, вспоминать Ну хорошо, мы прочитаем эту историю в 4-й книге царств, в 5-й главе С первого стиха начнем Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok На что это похоже? Пять хлебов и две рыбы Один из учеников его, Андрей, брат Симона Петра, говорит ему Здесь есть у одного мальчика пять хлебов ячменных и две рыбки Но что это для такого множества? И вот еще один ребенок в Библии И он также был Искренний И у меня возник вопрос, откуда он Узнал эту потребность в хлебе? Потому что он, скорее всего, был рядом с Иисусом Он слушал его И, наверное, даже, скорее всего, он хотел отдать эти хлеба и рыбки для Иисуса, чтобы он поел Но, знаете, у Бога свои планы И поэтому желание для вас еще одно Чтобы вы были искренними христианами Чтобы вы были жертвенными и внимательными И, знаете, ну, это истории из Библии А какие же истории в наше время есть? И, знаете, я расскажу одну историю, которая случилась со мной четыре года назад Я вот сидел вон там самом В фойе на краю стола, вот, около гардероба И мне было очень тяжело Я не помню, что в моей жизни было То ли с учебой что-то, то ли еще И, знаете, одна маленькая девочка подбегает и говорит Что ревешь? Знаете, я думаю, странно так Она никогда раньше ко мне не подходила Убежала Прибегает буквально через несколько минут с конфетой в руках И начинает меня утешать Знаете, слава нашему Господу Что наши дети, они порой бывают мудрее и внимательнее, чем взрослые И поэтому желание моего сердца сегодня молиться о наших детях Потому что сатана сегодня пытается Этот чудесный огород сердца детей Закидать камнями, засадить всякими терниями Чтобы всеми истинно оно не взросло И, друзья мои, давайте мы будем молиться за наших детей Потому что это наше сокровище Это будущее нашей церкви И если сегодня сатана заглушит это семя Тогда у нас не будет будущего Мы будем молиться и благословлять сегодня воскресную школу Благословлять учителей Потому что как учителя, так и дети Мы нуждаемся в Божьем благословении Чтобы нам иметь силу от Бога Давайте будем молиться Господу В этом мире нет спасенья Нет надежды, все обман Слышны ропоты, сомнения А для радости дурман Только ты не сомневайся Верь, Иисус Господь придет Словом Божьим укрепляйся Знай, Христос не подведет Жаждут люди наслажденья Распинают вновь Христа Судят всех и нет прощения Грец заполнил им устам Только ты не сомневайся Верь, Иисус Господь придет Словом Божьим укрепляйся Знай, Христос не подведет Брат, вставай, настало время Весь благую разнести Помочь людям сбросить время Силен Бог весь мир спасти Только ты не сомневайся Верь, Иисус Господь придет Словом Божьим укрепляйся Знай, Христос не подведет Пусть посев твой будет щедрым Не отвергни благодать Ты последний будет первым Верь, блажение давать Только ты не сомневайся Верь, Иисус Господь придет Словом Божьим укрепляйся Знай, Христос не подведет От суд платить не надо ничего Да и какая может быть расплата Тому кто отдал сына своего На растерзанье воинам пилата В его крови пролитой нет цены В его любви безмерной Столько тайны ему Отцу небесному все мы За этот дар должны быть благодарны И для того греховный мир послал От своего единственного сына Чтобы душа в сухой пустыне зла Плоды любви божественной вкусила Его крови пролитой нет цены В его любви безмерной Столько тайны ему Отцу небесному все мы За этот дар должны быть благодарны Отцу платить не надо ничего Бог подарил любовь свою бесплатно Послал на землю Сына своего Распятого солдатами пилата Его крови пролитой нет цены В его любви безмерной Его любви безмерной Столько тайны ему Отцу небесному все мы За этот дар должны быть благодарны Его крови пролитой Его крови пролитой нет цены Его крови пролитой нет цены В его любви безмерной Столько тайны ему Отцу небесному все мы За этот дар должны быть благодарны Отец, услышь мое моленье Быть может я в последний раз В молитве возношу прощенье В жестокий свой предсмертный час Я смертной муки не боюсь Ведь я творец к тебе стремлюсь Всегда идя со мною рядом Я под твоим великим взглядом В любви небесной возрастал И вот теперь мой час настал За слово истины высокой Не может враг никак понять Что мне не страшно умирать Пусть даже мукой и жестокой Но вот молитву возношу Открывши боль в душе своей Творец Творец о матери прошу О, помоги несчастный ей Ведь я здесь у нее один Единственный любимый сын Храни ее, Отец мой вечный Своей любовью бесконечной Ее тебе я отдаю В твои божественные руки О, дай ей силы Я молю Сейчас склонив свои колени Я пред лицом твое молюсь А завтра утром на арене К престолу славы Возношусь И сердце О, дай ей силы О, дай ей силы О, дай ей силы О, дай ей силы В двери клетки О, дай ей силы 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 Лиш пол сердца Ты ему отдал О, дай ей силы Бог нам не дал пол прощения По любовью не любит нас, Бог нам не дал полспасенья И полвечности нам не дал, ведь не послал Бог полсына Чтоб на Голгофском кресте страдать, значит мы не половину Полностью сердце должны отдать Если Богу ты поешь хвалу, на друзей же говоришь хулу Ложь и правду совмещать привык, знай лишь у змеи двойной язык Если Божьим ты горишь огнем, в то же время мыслишь о земном Ты раздвоен, пол тебя в Христе, пол тебя буждает в темноте Бог нам не дал полпрощенья, пол любовью не любит нас Бог нам не дал полспасенья, и полвечности нам не дал Ведь не послал Бог полсына, чтоб на Голгофском кресте страдать Значит мы не половину, полностью сердце должны отдать Со своим ты сердцем разберись, будь един ты с Богом не двоись В полноте дает Господь нам жизнь, полным сердцем ты Ему служи С нетерпением ждет Иисус тебя, Он тебя ждет, а не пол тебя И на небе вечный наш Отец даст не полвенца, а он даст венец Бог нам не дал полпрощенья, пол любовью не любит нас Бог нам не дал полспасенья, и полвечности нам не дал Ведь не послал Бог полсына, чтоб на Голгофском кресте страдать Значит мы не половину, полностью сердце должны отдать Ты прекрасна, величава и светла, как солнце над землей Ты себя Христу приготовляла, чтобы стать невестой неземной Чтобы в белоснежном одеянии рядом стать с небесным женихом Онный день в красе и ликовании встретить в хороводе неземном Два тысячелетия пролетела, ты наряд готовила себе Много скорби в жизни ты имела, много бурь прожила на земле Ты была тверда, непоколебима, прожила много трудных дней И рукой Всевышнего хранима ты прошла средь жизненных скорбей Кровь детей твоих лилась рекой, но не сломлен дух остался твой Грешный мир глумился над тобою, словно над безумной вдовой В дни Нерона факелы горели из сынов твоих и дочерей Но весон ты свой не запятнала, сохранив его царю царей В наши дни сейчас уже немало испытаний Пережила ты тюрьмы, смерть, побои испытала, сохранив одежду чистоты Сиротами дети оставались, жены оставались без мужей А мужья по лагерям скитались вдалеке от близких и друзей Сколько здесь, покрытых сединою, это все прошли в пути своем Боли пронеслись над их головою, оставляя след в пути своем Это все осталось без сомнения в памяти покрытой сединой Это все, как будто сновидение, страшный сон среди поры ночной Твой Господь хранил тебя повсюду В трудный час поддержку Он давал Он сказал, тебя я не забуду, я тебя на тланях начертал Новые заботы и сегодня, изобилие пищи и питья И сюда, по милости Господней, привела Его рука тебя Посмотреть, проверить, убедиться и увидеть праведность твою Посмотреть, к чему же ты стремишься, руку ты на что прострешь свою Может быть, теленка золотого пожелаешь сделать для себя Или забудешь Бога все благого, что так много сделал для тебя Может быть, захочешь украшения, кольца, серьги на себя надеть И найти в богатстве утешение, и к нему стремление иметь Не найдешь богатстве утешение, с ним ты стыд пред миром обретешь От твоих безумных похотениях ты лишь дальше от Христа уйдешь В наши дни сейчас уже немало отошло от Божьей чистоты Плоть над духом вверх надежно взяла, запятнав одежду чистоты Похоть плоти, мода, украшения, запятнала чистый твой весон Это все ведет тебя к падению, и за это строго спросит он Бог желает ныне прославляться не в твоем убранстве дорогом Но дарами духа украшаться ты должна в собрании святом Бог хочет он, чтоб ныне пламенела Ты с любовью к Богу своему Масло, что в сосуде ты имела И принадлежала лишь ему Церковь Встань, идет к тебе Мессия Порабудись, поправь светильник свой Слышно уж шаги его святые Скоро брак небесный и святой Ты должна пристать пред ним В весоне чистом, без пятна, порока и греха Белоснежно, светло и лучисто И сиять, как светлая луна Ты прожила в жизни очень много Но еще осталось чуть-чуть Церковь, будь всегда готова На земле окончить жизни путь Аминь Святая Церковь, о тебе предания Хранят народов многих временах Ты с первых дней вошла в огонь страданий Являясь светлым в наши времена Тебя с рожденья тучи окружали Желая скрыть тебя в неясных дня Твоих сынов за верность в обросали Тебя с рожденья тучи окружали Твою любовь мы часто ждут встречали Но много было у тебя друзей В борьбе со злом, гоненьем и печалем Не слись молитвы Господу сильней И Бог один лишь знает, сколько горя И слез пролита у твоих детей Собрать бы в одно большое море От первых до последних наших дней Но был сильнее тягостных детсаний Огонь любви искупленных сердец Ты верила в гоненья и скитания Идет с тобою любящий Отец И в наши дни последние быть можем Постанет враг на избранных детей Но церковь продолеть Никто не сможет Пусть знает мир, что ты спаситель с ней Слава Богу, братья Слава Богу, сестры Сегодня я хотел бы порассуждать немного на такую тему Как подражание Потому что этот мир Он часто диктует нам очень много примеров Для подражания И я хотел бы рассмотреть эту тему С библейской точки зрения Так чего же хочет Бог, чтобы мы подражали И первое местописание, которое я хочу зачитать Это первый стих пятой главы к Ефесянам И здесь говорится так Итак, подражайте Богу, как чадо возлюбленные Это очень известное местописание И прежде всего нам нужно бы разобраться Что значит подражайте Ну, простым языком Подражание Это стремление Делать то же, что другое И я думаю, всем это нам понятно Но в этом стихе Мне хотелось также порассуждать На вторую часть этого стиха Где написано Как чадо возлюбленные Итак, что же такое Подражать Богу, как чадо возлюбленные И у меня есть два таких примера Вот такого именно подражания Из моей собственной жизни Я, конечно, этого помнить не мог Мне это рассказали родители Потому что я тогда был совсем маленький Еще меньше пяти лет И первый пример такой Я, будучи маленьким мальчиком Вообще, наверное, спросите Если спросить у любого ребенка Хочет ли он быть похожим на своего папу То я думаю, он скажет, что хочет Жаль, что дети ушли Так бы ему спросили И вот Я тоже хотел быть похожим на своего папу Папа у меня служитель И я смотрел, как он проповедует И мне тоже хотелось это попробовать И у меня был такой интересный момент Я одел рубашку белую Конечно, при помощи своей мамы Поставил небольшую табуретку в зале Рассадил мягких игрушек перед собой Ну, там, бегемотиков, мишек, зайчиков Ну, создав видимость То, что я проповедник А это члены церкви, которые меня слушают Привел туда своих двух маленьких сестренок Которые еще были младше меня Они вообще ничего не понимают Что это происходит сейчас здесь Сидят такие удивленные на меня Смотрят Я, значит, еле как забрался на эту табуретку Взял Новый Завет Вверх ногами, как мне и сказала мама И пытался что-то говорить Аллилуйя, слава Богу Бог любит вас До Бога совет вас Господь Сестренки смотрят на меня с удивлением Родители умиляются Глядя на всю эту картину И вот Это пример подражания Как дети подражают своим родителям И второй такой пример Тоже из такого же детства моего Я также смотрел на своего папу Желая подражать ему Я сбегал на улицу летом Хорошая погода, птички Я сорвал цветочек Прибежал к своей маме Протянул его ей и сказал На тебе цветочек, дорогая жена Конечно, тогда я не мог понять Что делал этим жестом мой папа Когда он дарил ей цветы И говорил вот эти слова Дорогая жена Я тебя люблю Но мне это действие понравилось Я просто по-детски хотел этому подражать Я не задумывался Ну и тогда я не мог понять Что там каких-то основ Гомилетики, проповедования Я просто стремился подразить Своему отцу И теперь давайте посмотрим на это место Бог, являясь нашим отцом Он, безусловно, хочет Чтобы мы подражали ему Как его дети Я думаю, отец мой Где-то в тайне Он тоже желал бы Чтобы я ему подражал В чем-то хорошем И Бог, он, как наш отец Он также желает Чтобы мы подражали ему И вот так по-детски Не задумываясь Делать то же, что и он И знаете Библия также нам говорит Еще, что мы В некоторых ситуациях В нашей жизни Также должны подражать и людям Не только Богу Но и людям Я хотел бы прочитать Это место Первое послание Коринфянам 16 стих Где апостол Павел Говорит такие слова Посему, умоляю вас Подражайте мне, как я Христу Апостол Павел здесь говорит Что мы должны подражать Так же и ему Но Потому что Бог Потому что он стремится Подражать Богу Подражать Христу И еще Момент Когда Также апостол Павел Нас призывает К тому, чтобы мы подражали Людям А не только Богу Это К евреям И мы Глядя на кончину Их Мы должны подражать Вере Их Также Священное Писание Раскрывает нам еще Еще одну сторону Подражания И нехорошую ее сторону Когда люди Подражают тому Чему Бог Не хочет Чтобы они Подражали Таких примеров Очень много В книге Исход Я прочитаю Один Такой пример Из 23 Головы Книги Исход Когда Бог Говорит Своему народу Вышедшему Из земли Египетской Освободившемуся От иго рабства Он говорит Такие слова Когда пойдет Пред тобой Ангел мой И поведет Тебя Комареем Хитеем Фризеем Хананеем Евеем И Евусеем И истреблю их То не поклоняйся Богам их И не служи им И не подражай Делам их Но сокруши их И разрушь Столбы их И таких примеров Очень много В пятикнижье Я насчитал Около десяти Но я думаю Что их еще больше Когда Бог Напрямую Говорит Своему народу Не подражайте Делам их И знаете Ни для кого Не секрет Что в этом мире Очень много Примеров Для подражания Очень много И люди Действительно Они подражают Они изменяют Свою внешность Изменяют Свою походку Изменяют Свой характер И меняют все Лишь бы подражать Вот Своим кумирам А Бог Говорит Своему народу Верующим Избранным Людям Не подражайте Делам их И не поступайте По поступкам Их И Был Еще один Такой пример Из четвертой Книги царств Здесь говорится О царе Который Нарушил Вот эту заповедь Это был Монасия Это Двадцать Первая Глава Четвертой Книги царств Где говорится О монасии С первого стиха Двенадцати лет Был Монасия Когда Воцарился И пятьдесят лет Царствовал В Иерусалиме Имя матери его Хифбецела Хиф Хифцеба И делал он Неугодное Воча Господних Подражая Мерзостям Народов Которых Прогнал Господь От лица Сынов Израилевых И я хотел бы Уже подходя К заключению Вспомнить Те примеры Которым нам Нужно подражать Это Бог Подражайте Богу Как чадо Возлюбленный Это Апостол Павел И это Те мужи Которые Которые Прошли Впереди Нас И Глядя на Кончину Жизни Картон Которых Мы должны Подражать Вере Их И Бог Также Здесь Говорит Что Не Подражайте Мерзостям Народов Среди Которых Вы Живете И Он Говорит Что Это Мерзко Передо Мной Потому Что Про Монасию Написано Что Он Делал Подражая Мерзостям Народов Которых Проднал Господь Делал Он Неугодный Вообще Господа И Я Хотел Бы Чтобы Мы Научились Подражать Богу Потому Что Мы Истинно Подражать Ему В Его Делах Подражать Ему Даже В Мыслях Чтобы И Мы Должны Научиться Не Подражать Другим Народам Мы Должны Быть Истинно Детьми Своего Отца И Давайте С вами Помолимся Чтобы Бог Научил Нас Подражать Ему Научил Нас Забывать Что Ну Забывать О кумирах Этого Мира Не Подражать Им Чтобы Бог Научил Нас Этому И Привел Нас В свое Небесное Царство В свои Святые Обители Аминь Давайте Молиться Христианин Был В мире Живым Торжеством Никогда Ни о чем Не тужил Верил Он Что Господь Милосердие Своё Правит Миром И Смело Твердил Слава Богу За все Что Идет Как Идет А ведь Хуже Пойти Бо Могло Что Поспешно Считаем Затягостный Гнёт То Для нас Благодать Принесло Когда Падало Горе То Словно Роса На сухой И скалистый Утёс Верил Он Что Доброе Шлёт Небеса И Что Пользы Не будет От слёз Когда Жара Была Говорил Он Вполне Это Лучше Бушующих Вод Слава Богу Что Ходим По Твёрдой Земле Они Воды Уносят Народ Когда Воды Кругом Заливали Поля Говорил Он Прекрасную Быль Слава Богу Напитана Влагой Земля И Прибита Несносная Пыль Он На каждые Беды Совет Золотой Находил И себе И другим И Казалось Готов Был Меняться Судьбой И с Глухим И с Немым И с Хромым Под Несчастье Попал И Лишился Ноги У Него Неизменны Слова Слава Богу Досталось Не так Как Другим На Плечах Осталась Голова Так Он Жил Позже Всюду Являясь Со Своим Костылем Говорил Он Печальным Друзьям Много Прибыли Есть Несчастье Мое Обувь Стала Дешевле Чем Вам Так Он Жил Улыбаясь Всему И Всегда И Соседи Его Пережив Говорили Даже Если Б Носил Он С Уму На Плечах И Тогда Б Счастливее Был Перед Смертью Он Руки Сложил На Круге И Промолвил С улыбкой Святой Тяжело Проработала Я Многие Дни Слава Богу Иду На Покой Так Будем Ж Помнить Друзья Мы О том О чем Брат Говорил С торжеством Слава Богу За все Что идет Как идет А ведь Хуже Пойти Бо Могло Идешь Ты Сегодня Широким Путем Уверенно Шагая А завтра Будет Что С тобой Ни я Ни ты Не Знаешь А Бог Дает Сегодня Нам Чудесный Этот Выбор Последовать Его Путем А Нет Летти В Бог Им А Ты Выбирай А Ты Выбирай Но Знай Что Есть Две Вечности А Ты Рай А Ты Выбирай А Ты Выбирай Но Знай Что Есть Две Вечности А Ты Выбирай Христос Зовет Прийти К Нему Он Даст Успокоенье Всем Измученным Сердцам Грехи Предаст Обвенью А Сатане Скажи Ты Нет Я Не Пойду С Тобою Скажи Ему Иисус Зовет Пойди Его Тропою А Ты Выбирай А Ты Выбирай Но Знай Что Есть Две Вечности А Ты Рай А Ты Выбирай А Ты Выбирай Но Знай Что Есть Две Вечности А Ты Рай Сегодня Бог Людей Зовет Зовет Тепло И Нежно Приди К Нему Он Жизнь Дарит Любовь Его Безмерна Тебе Хочу Я Дать Совет Иисуса Выбрал Ты Не Пожалеешь Ты Вовек Что Сделал Этот Выбор А Ты Выбирай А Ты Выбирай Но Знай Что Есть Две Вечности А Ты Рай Стоишь На Распути Один И Временем Гоним Ты Должен Выбрать Путь Есть Вдалеке Свет За Ним Но Пестрый Манит Мир Что Выбрать Что Забыть Не Ошибись В Выборе Пути Много Дорог Но Ты Одну Найди И Дай Бог Что Укажет Тебе Вифлеема Звезда На Дорогу Ведущую Краму Христа Дорога Дорога Хом Поросла Но Как Же Ведь Года Ты Не Ступ Туда Так Было Во Все Времена Где Легче Там Толпа Обман Суета Не Ошибись Выборе Пути Много Дорог Но Ты Одну Найди И Дай Бог Что Ухажет Тебе Вифлеема Звезда На Дорогу Ведущую Краму Христа Пройдет Тень Уйдет Без Следа И Радость И Беда Куда Идешь Куда Изменчиво Жизни Звезда Что Светит Без Христа Ложный Свет Никуда Не Ошибись В Выборе Пути Много Дорог Но Ты Одну Найди И Дай Бог Что Укажет Укажет Тебе Вифлеема Звезда На Дорогу Ведущую Краму Христа Не Ошибись В Выборе Пути Много Дорог Но Ты Одну Найди И Дай Бог Что Укажет Тебе Вифлеема Звезда На Дорогу Ведущую Краму Христа Краму Христа Однажды Мирный Человек По Ирихонской Шел Дороге И Мыслил Так Жесток Наш Век Никто Не Думает О Боге У Всех Свои Дела Спешат Умах Корысть Торгуют Спорят Священники И Те Грешат Их Только Деньги Беспокоят Что Ждет Народ Наш Переди Вдруг Мысли Голос Прерывает Постой Приятель Подожди Его Изверски Начинают Бить Терзают Рвут Без Сожаленья Он Слезно Молит Пощадить Напрасный Тщетный Все Моленья И Вот Ограбленный Лежит Себя Не Помня У Дороги Все Тело В Ранах Страшный Вид Лицо В Крови И Грудь И Ноги Священник Шел Той Стороной И Прямо На Него Наткнулся Брезгливо Сморщись Муж Святой Отраненного Отшатнулся А вскоре Проходил Левит Стал Рядом Глядя В лик Ужасный Подумал Бог Своих Хранит Да Видно Грешник Был Несчастный И Вот Уж Прочь Левит Идет Над тем Что Виде Размышляя Таких Всегда Несчастье Ждет У Грешников Судьба Такая Чудесно Что Господь Со Мной С Ним Так Легко И Безопасно Ушел Идет Дорогой Той Самарянин Как Жизнь Прекрасна Он Думает Хвала Творцу Да Счастливы Мы Только В Боге Вот Близится Мы Путь К Концу И Вдруг Он Видит У Дороги Недвижный Человек Лежит Самарянин Над Ним Склонился О Господи Как Он Избит Все Тело В Ранах Грудь И Ноги О Господи Наш Добрый Бог Его Придется В село Скорее Отвезти Идти С ним Будет Очень Сложно И Это Мне Не По Пути Но Нужно Сделать Что Возможно Открыл Бердюк И Стал Лицок Омыл Им Раны Не Жале Везде Перевязал Где Смог Повязкой Смазью Изеле На Спину Своего Осла Страдальца Березно Сажает И До Ближайшего Села Пешком Его Сопровождает В гостинице Нашли Ночлег Всю ночь Больной В бреду Метался Стонал А добрый Человек Облегчить Боль Его Старался Наутро Самарин Покидал То Поселение Хозяину Он Денег Дал На Содержание И Лечение Сегодня Можем И бежать И руки Есть И крепкие Ноги А завтра Может быть Лежать Мы тоже Будем У дороги Кто Позаботится Шалость Желихнется Нам повезет Вколь Трудный Час Самарин Для нас Найдется Поэтому Мой Друг Спеши Освоить Доброты Науку Не дознавайся Кто Бог Твой А протяни Страдальцу Руку Аминь Земля Потрескалась У ног Скажи Господь Я заблудилась Я шла Все время На Восток И вот Пустыни Очутилась Песчаный Ветер Меня гнал Мне было Очень Одиноко Песок Глаза Мне Разъедал И не Видна Была Дорога Полило Солнце Не щадя И все Во мне Оно Сжигало Прости Господь Что Я тогда Твоей любви Не замечала Боясь Пораниться Опять И Надо Рвать Былые Раны Я не Могла Никак Понять Что Это Входит В Твои Планы И И Зной Меня Томил На мне Вся Кожа Обгорела И Шелухой С моей Плати Моя Гордыня Влетела И Сохли Губы Без Воды А Я Тебе Псалом Шептала О том Как На Любом Пути Твоя Любовь Меня Спасала А То Что Ты Лишь Только Ты К Источнику Меня Направишь Ты Мне Подаш Живой Воды Пустыне Тай Не Оставишь По Ту Что Я С Тобой Смогу Преодолеть Песчаный Ветер Что Я Не Уступлю Врагу Что Я Пройду Пустыни Эти Я Не Умру В Эти Песках Я С Верою Тогда Молилась Я Знаю Я В Твоих Руках Ты Мне Подаришь Свою Милость Шептала Я Как Ты С Небес Протянешь Мне Святые Руки Что Ты Избавишь Наконец Что Прекратятся Мои Муки Я Знаю Ты Отец Благой Я Знаю Это Обжиганье Тобою Посланный Огонь Что Это Путь Твое Сиянье И Вот Услышал Ты Мой Стол Что Я Так Тихо Издавала Ты Мне Сказал И Я Так Шел В Пустыне Сердце Обжигая Поверь Другого Нет Пути Чтоб Человеку Стать Мудрее Он Должен Этот Путь Пройти Это Последнее Крещенье Еще Не раз Огонь Сожжет Все То Что Для Тебя Не Нужно Этот Огонь Еще Придет Расплавит То Что Богу Чуждо Но Пока Глотни Воды И Выбирайся Из Пустыни Вот На песке Мои Следы Тебе Дорогу Проложили Но Пока Глотни Воды И Выбирайся Из Пустыни Вот На песке Мои Следы Тебе Дорогу Проложили О Аданай Твоя Вера Жива Сколько Жемок Претерпела Она Бита Камнями Горела В огне Смертью Пророков Стонала В земле Вера Ты Кровью Стекала С креста Там На Голгофе Распяли Тебя Пытки Предательства Жажду И Сной Все Испытала Ты Божья Любовь Голгофе 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 Темной Была Но Воскресаешь Ты Вера Христа Снова Стучишь В людские Сердца Капают Слезы На пол Голгофе 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 Твоя Прощение Наш Покровь И Наш Смерть И Наш Покой Субтитры создавал DimaTorzok Наполняй сердцем славою Отца Будь святой, дорогой, драгоценный, но святой Освящай и веди нас за собой Под глубоком Твоя любовь И прощение наш покров Ты наш святой, ты наш покров Упование, Бог святой Твоя милость велика Твоя правда высока Твоя сильная рука Нас ведет издалека Дух святой, дорогой, драгоценный, Дух святой Наполняй сердцем славою Отца Дух святой, дорогой, драгоценный, но святой Освящай и веди нас за собой Дух святой, драгоценный, но святой Проткожа сказал, что на 5 минуты верят Но 5 минут уже прошло Мне только надо начинать, поэтому... Может быть вы... У меня проблема, говорить коротко, да? Поэтому надеюсь вы меня потерпите немножко Я хочу, прежде всего, вместе с вами сказать славу нашему Господу У меня сегодня такая задача Такое служение Ну, я думаю, все прекрасно знаете, да? Что это такое? Такие маленькие евангелия видели, да? Синики, с значочком такие Вот, это евангелие, которое распространяет миссия Гидоу И я сегодня стою перед вами, вот как представитель этой миссии Потому что я сам в этом участвую У нас много братьев участвуют в нашей церкви в этом служении Вот, а вообще сама эта миссия, она международная Она межконфессиональная То есть там участвуют представители из разных церквей Я хочу буквально немножко вам про эту миссию рассказать Для тех, может быть, кто еще не знает, кто не в курсе Вот, ну, эта миссия, она давно уже существует 112 лет, по-моему, если я не ошибаюсь Уже как эта миссия основана И она уже там более 180 стран Там представители 180 стран есть За время существования миссии, знаете, вот Мы недавно встречались с руководителем миссии по Сибирскому региону Он, как по подсчетам, сказал, что вот сколько за эти 112 лет Эта миссия распространила более 1 миллиарда 800 миллионов ванг за все время Вот, и, ну, что самое интересное, что темп вот этого распространения, он растет То есть первые полумиллиона, ну, 500 миллионов, поменяясь Первые 500 миллионов ванг распространили за 90 лет Потом за 10 лет еще пол 500 миллионов И за последние 12 лет 800 миллионов Да, то есть очень, ну, такой рост идет Скорость распространения И у нас в городе тоже существует У нас в нашем городе, в нашей области существует отряд уже Я не знаю, сколько лет, но уже так приличный количество лет И мы тоже распространяем евангелие И у нас в среднем получается где-то 12 тысяч евангелия за год мы распространяем Ну, не только в нашей церкви, да, еще в других церкви Ну, в сумме, где-то 12 тысяч евангелий И знаете, я хочу такую мысль сказать Когда вот мы распространяем евангелие И мы, ну, мы его дарим, да То есть мы обычно не приглашаем в церковь там куда-то То есть у нас по уставу мы не можем как бы этого делать Мы распространяем 5 направлений у нас основных Это больницы, это учебные заведения, это воинские части, это гостиницы и... Тюрьма А, тюрьма, да, и тюрьма еще Вот, вот 5 основных направлений, где распространяется Слово Божие, где дарите евангелие в миссии, как и вам не последний Вот, и знаете, есть такая проблема иногда у нас самих даже возникает Когда мы дарим евангелие, ну, для нас это ценно, да То есть вот мы с вами пережили ту силу меняющую, которая есть в евангелии Мы ее пережили, мы ценим то, что здесь написано Мы ценим вообще, ну, само евангелие как таковое, мы его ценим И когда мы дарим людям, мы знаем, ну, знаете, мы знаем, что не всегда это евангелие попадает тому, кому надо Что мы знаем, что не всегда это евангелие будут читать Мы знаем, что не всегда его даже оставят у себя Иногда, если ты даришь на улице, то мы обычно, если вот у нас распространение на улице, возле какого-то учебного заведения То мы всегда потом проходим по мусорным ящикам, ну, этим бакам, да, и смотрим, не выбросил никто И иногда мы их там находим, кто-то выбрасывает И для нас это больно И знаете, когда мы дарим в тюрьмах эту евангелие, мы знаем, что тут очень хорошая бумага для того, чтобы делать самокрутки И когда мы дарим в тюрьмах, мы знаем, что кто-то будет его не читать, а делать из этого самокрутки И вот для нас, знаете, бывает такая проблема, что, ну, как так вообще можно с евангелем обращаться, да И стоит ли дарить туда, где его будут выбрасывать, или где будут из него делать вот эти вещи, самокрутки и так далее, использовать не по назначению И вот у нас всегда борьба такая Но, знаете, я хочу поделиться с вами несколькими свидетельствами, что именно это не напрасно Вот перед началом я прочитаю место Священного Писания, послание к Евреям, 4 глава, 12 стих Ибо Слово Божие живо и действенно, и острее всякого меча, боевого острова, оно проникает до разделения души и духа, состава бы мозгов и судов, помышления и намерения сердечных Знаете, когда мы дарим Евангелие распространение, мы верим в то, что здесь написано Слово Божие, оно живо и действенно И наша задача его дарить, распространять, да Но само действие, которое будет происходить в человеке, мы верим в то, что именно это Слово Божие действует Оно производит покаяние, оно производит свою работу И несколько свидетельств буквально коротеньких Ну, первое свидетельство по поводу выброшенных Евангелий Красноярский, вот, ну, не так давно свидетельство такое рассказывали Одна женщина покаялась в церкви, и она рассказала, как она пришла к Богу В свое время она очень так негативно относилась вообще к вере, к религии, вообще к разговорам о Боге и так далее Настолько негативно, что, знаете, когда в ее окружении кто-то начинал говорить Она очень резко прерывала это общение, там, меняла тему, или уходила из этого общения То есть она очень отрицательно относилась к любым упоминаниям о Боге, о вере и так далее Вот, но прошло время какое-то, и что-то в ее жизни там поменялось И она как-то смягчилась, стала больше прислушиваться И вот однажды ее пригласили на собрание, и она пришла на собрание И она, когда слушала то, что происходило на служении Ну, возможно, как бы Бог ее касался, да Но когда призвали на покаяние, ну, и призвали так, что кто грешен Кто хочет, чтобы Бог простил его грехи, выходите на покаяние Она сама в себе говорила так, что, ну, мне-то не в чем каяться Я-то нормальная, я, как бы, не грешная И она, как бы, не хотела выходить каяться Но в это время, когда она так рассуждала сама себе Ее дочка, 12 лет, которая рядом с ней была Она встала и пошла на покаяние То для нее это было, ну, удивительно Если я в себе не вижу, ну, в чем мне каяться То почему она пошла на покаяние И она встала за ней, пошла за ней, хотела ее, как бы, остановить Но вместо того, чтобы остановить, они вместе вышли на покаяние И вместе здесь покаялись Но суть истории И она потом спрашивала у своей дочки Ну, почему ты пошла на покаяние Она говорит, ну, я знаю, что я грешный Она говорит, ну, я считала себя негрешным человеком А то ты, тебе всего 12 лет, как ты считаешь, что ты грешная И она рассказала, что случилось 5 лет назад, то есть ей было, ну, когда она покаялась, 12 лет Да, то когда ей было 7 лет Она шла по улице, и она увидела в мусорном баке Евангелие Кто-то выбросил его И она его взяла Но зная, что ее мама, как бы, отрицательно относится Ко всей, вот, ну, упоминаниям о вере Она это Евангелие хранила и тайком читала Все вот эти 5 лет она тайком читала И Бог, видно, делал свою работу И она, как бы, ну, и так вот эта семья покаялась То есть и мама, и дочка покаялась Другое свидетельство расскажу, когда по больницам у нас Тоже братья ходят по больницам Благовествуют и дарят Евангелие И вот Один человек, он в туберкулезной, по-моему, больнице лежал И у него уже такая, уже последняя стадия Настолько, что он уже, ну, когда кашлял Он уже, как вот, знаете, легкие выплевывает уже То есть уже такая Он уже умирал, у него уже все Вот он, как бы, к смерти готовился И вот пришли люди, подарили ему Евангелие Он стал читать Покаялся, коснулся Стал молиться, чтобы Бог его исцелил Бог его исцелил И, знаете, этот брат, когда Он сам из Омска, по-моему, если не ошибаюсь И мы когда в Омске были на конференции на Гедоновской Он сам стоял, нам это рассказывало Сегодня этот человек в церкви Сегодня этот человек трудится, благовествует Также дарит Евангелие Знаете, и я одно последнее свидетельство расскажу Когда мы неделю назад собирались здесь На Гедоновское служение И пришли к нам два брата Из Баптистской церкви И когда они пришли, мы с ними знакомились И я говорю, вы знаете, что такое Гедон? Вообще, Гедоновский Евангелие Вообще, что это за миссия? Вы пришли на собрание миссии Гедона Вы знаете, что это такое? Один говорит, ну, конечно, я знаю Я покаялся, потому что, ну, благодаря Гедоновскому Евангелию И мы спросили, как покаялся? Оказывается, когда он сидел в тюрьме Гедон сидел в тюрьме И он нашел в матрасе зашитый Евангелие Такое, знаете, там спрятанное было Он его нашел Стал читать Его коснулось Он покаялся сам, как умел Там один в тюрьме, не зная Может быть, не понимая ничего До конца Он подписал это Евангелие Здесь, знаете, на первой странице есть такое Кому подарили? Он подписал, что это мое личное Евангелие И вот он его хранил, читал И когда дошел до конца Евангелия Он вдруг увидел, что у него там нет одной страницы Она вырвана Ну, такое И, знаете, он перепугался Ну, а чего перепугался? Он читал в Откровении, что там написано Если кто убавит, да Или прибавит И он перепугался, что в его Евангелии нету Одной страницы нет И он настолько, ну, как-то переживал И он увидел, что сидят люди И из такого же Евангелия делают самокрутки Ну, отрывают странички и крутят И он подошел к ним Нашел эту страницу оторванную Такую же Взял ее, вклеил к себе И довольный Что у него теперь полная Евангелия И он радостный И вот этот человек обратился к Богу Потом он, ну, рассказывал, что да Какое-то время прошло И прежде, чем он по-настоящему пришел в церковь И он сейчас в церкви трудится Тоже благовествует Слава Богу Знаете, ну, я к чему вам все это рассказываю Что миссия Гидеон Она, как бы, ну, трудится И она благовествует И распространяет Евангелие И вы можете тоже помочь в этом служении Помочь Ну, есть три способа для всех вас помочь Но первый – это молиться, во-первых Потому что это служение благовестия Если вы сталкивались Ну, да я думаю, вы наверняка участвовали в служении благовестия И вы понимаете, что когда человек трудится в благовестии Он сталкивается с таким, ну, неким противостоянием духовным Разные обстоятельства, разные сложности Разные трудности возникают Разные препятствия Когда ты идешь и договариваешься с кем-то И тебе не разрешают Там в школах сегодня сложно маленько проповедовать Вообще в учебных заведениях сложно В гостиницах, вот мы, например Для нас в нашем городе очень сложно В гостиницах распространить Евангелие Положить в каждую тумбочку Ну и так далее Много всяких препятствий возникает И вы можете молиться за это служение Ну, молиться регулярно Мы сейчас помолимся за это служение Чтобы была поддержка тем, кто уже там трудится Чтобы была помощь И Бог открывал эти двери Пока сегодня Время, пока сегодня есть возможность Чтобы мы продолжали распространять это слово Божие Второй способ Это вы можете принять участие в этом служении Если у вас есть желание Если есть побуждение в этом участвовать Тоже можете после служения подойти ко мне Или брату Толе Выразить свое желание Мы дальше уже обсудим и расскажем Как вы можете это делать